The original link to the video will be in the description down below. Давайте будем честны, когда в игре становится плохо, мы по-разному испытываем чувство злости. Но агрессия это то, что не держится в рамках барьера или языка. И если вы были в одном лобби с русскими, то испытывали это непосредственно на себе. Возможно это результат десятилетия политического шутовства или борьбы с медведями уже в возрасте пяти лет. Но для наших супер соревновательных кремлевских товарищей Counter-Strike не просто игра, это одушина. Несмотря на то, что эта претензия больше похожа на смешное обобщение, очень сложно описать, насколько широко распространился этот мем за последние 15 лет. И, пожалуй, самая знаменитая вещь, прикрепленная к этому стереотипу, это одна легендарная фраза. На протяжении столетия является частью русского языка, и поэтому почти невозможно отметить ее точное возникновение. Из того, что мы знаем, это могло произойти в 17 веке, как реакция на очень мощное чихание. Сука, бля! Или привычная реакция в московских банях на тех, кого жизнь не одарила большим. Сука, бля! Но мы точно знаем, что фраза стала известна, как и Counter-Strike в начале 2000-х. Но что вообще она значит? Прямой перевод выдает много неприятно звучащих гадостей. Но по словам политолога Севы Гуницкого, эта фраза не совсем прямолинейная. Во-первых, американцы неправильно ее произносят. Здесь нет одного значения. По сути, это заменитель того, когда человек в гневе. Она может означать Или что за нахрен? Или что за хрень, не веришь, что это происходит? Это даже может означать что-то позитивное. Например, как у меня это получилось? Я очень рад. Поэтому это заместитель любой эмоции, которую испытывает игрок в конкретный момент. Контекст один из важных элементов, чтобы понять использование. И в Counter-Strike, если некоторые вариации используются для выражения эйфории, но чаще всего этим выражается агрессия. Итак, почему воздвинулась в мантру для русских игроков? Возможно, это связано с матом. Гибкая система, откуда фраза и берет свое начало. Самая изящная вещь в мате состоит в том, что каждая часть речи сопряжена с ним. Поэтому вы детально можете придать оттенок каждому ругательству. Можете сказать слово «факт» в сотне разных способов. И каждый будет иметь какие-то различия. Таким образом, у вас получается богатый словарно-матерный запас. Чтобы вы представили, мы думаем, что у нас куча синонимов к слову «член». Но не это ничего по сравнению с русским, у которого в багаже 1200 значений. Но почему попадается столько злых русских в матчмейкинге? Наверное, это происходит от того, что это самая игнорируемая база игроков Counter-Strike. Задумайте, все большие страны и регионы, где активно играют в CS, имеют надежный интернет-сигнал и множество локальных серверов. Все, кроме России. К сожалению, для наших русских братьев они вынуждены подключаться к серверам в Швеции. С вашим ближайшим выделенным сервером, который потенциально находится в 1600 километрах, у вас будут ужасные лаги и плохой пинг. И для Counter-Strike это триггер, чтобы потерять рассудок. Поверх проблем с задержками и очевидного языкового барьера, с которым они сталкиваются в шведском ММ, русских часто кидает на североамериканские или другие европейские серверы, где они могут столкнуться с этим. Даже если вы адекватно себя ведете и не столкнулись с лагами, все равно есть шансы, что вас будут гнобить из-за культурных стереотипов, которые произошли от некоторых людей из вашего региона. Этого достаточно, чтобы каждого сделать немножко язвительным. Почему же Valve ничего не делает, чтобы помочь этим потерявшимся игрокам? Сделать локальный сервер для русских игроков, которые находятся в России, ведь в этом есть здравый смысл. Dota 2 имеет такой, так почему же нету КС? Чтобы узнать об этом, мы связались с Valve для разъяснения. Вот что они сказали. Если начиналось как обычный сленг в русском комьюнити, то понятие об определенной группе игроков начало набирать популярность в 2015-2016 году, после того, как несколько сборок и музыкальных клипов стали набирать просмотры. С учетом того, что видео посмотрели миллионы людей со всего мира, этот мем катапультировал в киберспорт и стриминговое направление. Но распространилась за пределы Counter-Strike и укорелилась в России со времен почти исчезнувшей, но одержимой культурой гопников. Я думаю, лучший способ для понимания это английский эквивалент чавс. Это субкультура молодых парней, которые одеты в Олимпийке Адидас. И если у них побольше денег, то в кожаных куртках. У них дешевые сигареты, и они пьют дешевую водку, и они находятся в славянском приседе на ступеньках подъезда какого-то дома. Это немножко ушло в тени от пика 90-х-2000-х, но эта культура до сих пор существует в России. И да, насколько мне не было бы обидно об этом говорить, оттуда реально выходят талантливые люди. Даже несмотря на то, что культура гопников не популярна как раньше, но вещи из этой культуры часто попадают в трансляции ПКС Гоу. ПКС Гоу! ПКС Гоу! ПКС Гоу! Является полуоскорбительной фразой, которая вызывает смех от агрессивного ее использования, и грязное обозначение культуры, которое описывает далеко не всех. Но что испытывают те люди, которые являются представителями? Некоторых людей в России это может задеть, но не предполагаю, что их так много. Я думаю, они видят это как дурацкую вещь, которую взял и использует Запад, и я не считаю, что есть какой-то протест в России о культурном присвоении фразы. Мне не кажется, это каким-то инструментом для атаки на русских игроков. Российские игроки больше впечатлены данной адаптацией. И да, в некоторых играх есть много элементов расизма и ксенофобии, но нет злого умысла, прикрепленного к русским игрокам, в отличие от американцев или других игроков. Больше видится, что это часть гораздо более широкой геймерской культуры. И сейчас на связи для обсуждения этого мема мой русский друг Дмитрий Паскалюта, который сейчас находится в Москве. Дмитрий, объясни пару слов, а что ты чувствуешь по поводу... Конечно, Майлз. Прости, мы тебя не слышим, у тебя сигнал пропадает. Классический ответ русских на плохой интернет-соединение прав, Мэтт? Эээ, Майлз, мы до сих пор в эфире. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать своё мнение в комментариях. Если вы хотите поддержать канал рублём, ссылка на Donation Alerts будет в описании. Всем до скорой встречи и всем пока!